Добрый день. Как всегда, приятно вас всех видеть. Приятно также и то, я вот, как вы знаете, в последнее время, почему так получается, что я много веду подобного рода дискуссий, которые я организую или соорганизую. И в городе Киеве я помню, что 90% моих интервеншнс, так сказать, сводились к тому, чтобы говорить ближе к микрофону, пожалуйста. То есть примерно раз там так все было устроено, или может такие были докладчики тупые, что приходилось каждые две минуты это повторять. Я рада, что здесь мои высказания к этому не сводятся. Я могу с удовольствием представить вам Давида Рифа, которого большинство из вас прекрасно знают. Он с нами уже много лет в городе Москве, это очень приятно. Он эссеист, критик, художник и переводчик. Он мой сокуратор по многочисленным выставочным проектам, как вы знаете, в Уральской биеннале, проекту Аудитория Москва, первые триеннале в городе Бергене, который будет в следующем году, который мы сейчас вместе делаем. Мы также вместе приводаем в школе фотографии новых медиа имени Роченко. И недавно Давид делал выставку с нашими студентами в Екарт-бюро, которая, мне кажется, была очень интересная, и кто-то из вас мог ее видеть. И также он член рабочей группы или платформы, не знаю, как правильно говорить, что делать. И сегодня он будет говорить о Pussy Riot. Это весьма актуальный сюжет, учитывая, что сегодня был пикет в их поддержку, на котором я, к сожалению, быть не могла, потому что у меня была другая конференция сегодня утром. А вот Давид был, и я уже получила какие-то рассказы о том, что там происходило, и как, может быть, кто-то из вас уже знает, по крайней мере, одной из участниц Pussy Riot продлено содержание под стражей еще на месяц. Поскольку они рассматривают их одну за другой, практически очевидно, что и другие две получат точно такое же продолжение меры пресечения, еще один продление карательного процесса, о причинах которого нам еще предстоит думать, и с которым нам предстоит, я надеюсь, активно сопротивляться. Спасибо, Катя, за это очень подробное и теплое ведение и представление. Вот сегодняшний доклад, будь на английском языке, сразу предупреждаю, это большая редкость, на самом деле, чтобы я что-то читал на английском в Москве, но сегодня вообще, как вот такой немножко экспериментальный доклад, обычно я читаю свободно, на русском, сегодня я буду читать, ну, получитать письменный текст. Я почти никогда это не делал и хочу сегодня немножко поэкспериментировать, медленно буду читать его, поскольку он весь базируется на каком-то неправильном переводе Маркса. И вот здесь я уже начинаю, и я уже начинаю, и я уже начинаю дать мне поговорить в английском. The text I'm going to present today, или the talk I'm going to present today, is basically a reworking of an article that I wrote for the newspaper Студиолит, where our last issue was about representation. It was a defense of representation, both of political representation and representation in an artistic or cultural sense. And the text that I wrote was based on a quote from Karl Marx, where you can actually see these two notions, the notion of political representation, the notion of artistic representation somehow falling together. They fall together because of a faulty translation. And this is really kind of the point of departure of my article. In the same issue of the newspaper Студиолит, there's an article by another Marxist theorist called Steve Edwards. He's one of the editors of the journal Historical Materialism. And he writes in his text basically a critique of this lamination, this putting together of political and artistic representation. And he says actually that both in terms of language and in terms of meaning, they're completely two different things. And before we even start to think about some kind of political alternative to the system we have today, we need to disentangle these two layers. Now after reading this text by my colleague Steve Edwards, which I really liked and I really thought was very important, at the same time, I wanted to engage in a different experiment. I wanted to think, how can you think through this lamination or this conflation of two different terms? How can you use their entanglement with one another? And how can you use the mistranslation of Marx instead of kind of always insisting upon the proper translation and the proper representation for something in any case? In other words, how could a mistake or an error be productive? And so I really want to turn to this text because I think kind of re-approaching it might be very useful also in light of the things that are going on in Russia today where we see that a new language of political representation has to emerge but we also see a lot of problems with that. So this text is really about that. So my text begins with a quote from Marx that I want to read in full. It's a quote from a very early text and it goes like this. A representation which is divorced from the consciousness of those whom it represents is no representation. What I do not know I do not worry about. There's something very uncanny in this quote from Marx torn out of context and pasted into a fresh document 170 years after it was written. It's a bit like looking into a mirror where there should be a window where it sounds like a quote from Guy Debord's Society of the Spectacle. It describes the status quo of our own world. It's a massive accumulation of images that are non-representations all divorced from the consciousness of those that created them. But at the same time this is a world where self-representation implying self-consciousness claims to be everywhere. It claims to be in cars on mobile devices airplanes even on remote desert islands. Everywhere every place has a web domain has the possibility of consciousness coded into it. Representative machines previously only available in big clunky institutions are now open open for everyone's use. Consciousness is everywhere as a potentiality. But the pressure is too great. You have to represent. You have to hand in this text. You have to hold this lecture. You have to represent. Write, speak, self-expression before self-knowledge. Find the right quick phrase for a certain state of subjectivity shot out ultra-rapid and distributed in a network of friends where it quickly loses connection to the consciousness that supposedly created it. Becoming a little commodity a micro-commodity or a firing neuron in some collective mind that we do not yet fully understand. So this is a kind of the Marx quote that we see is a description of our reality and in itself also describes that reality because it's torn out of context. It too, by me holding this lecture becomes something like the credit card you see here from the city formerly known as Karl-Marx-Stadt Chemnitz which now issues its clients the bank Sparkasse Chemnitz issues its clients a little credit card with a portrait of Marx. So this is something that's happening this affects my discourse and not only the discourse around me I'm not able to establish a zone free of this problem through my speech. Also I should say right in the beginning that the quote the way the quote sounds in English is of course very much art friendly. It's something that could be used in any curatorial text as a quote. But if you look at it in German or in Russian the story is a bit different. In fact it sounds like a kind of punk quote and not like an art quote. Eine Repräsentation die dem Bewusstsein ihrer Kommittenten entzogen ist ist keine. Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß. Or представительство существующее оторвано от сознания представляемых не есть представительство. О чем не знаешь о том и не тужишь. Тужишь is a very good word academic in a way and philosophical suddenly going into this punky mode and falling into basically profanity. He liked to do this quite often and it's something also that's been commodified of course in biographies of Marx and so on. We know all these stories about him breaking windows and getting drunk with his friends and shouting at people and all these kind of things. So that resonates in that quote and it's gone completely from the English translation. If you look at the context of the quote it's actually quite interesting because of course Marx wasn't talking about representation in the artistic or cultural or linguistic senses. In these particular sentences he meant political representation. The quote comes from an impassioned plea for the freedom of the press in covering the deliberations of the Rhine Province Assembly, a new parliament instituted by the Prussian government in the Rhineland 170 years ago. And it's one in a series of articles for the Rheinische Zeitung where Marx works through all the linguistic misrepresentations and purely unconscious lapses in the available documentation of the closed assembly's proceedings. Part of the article's polemic is the battle against direct censorship and that's why I chose this caricature here and some of the other more intricately hypocritical means of keeping the work of the government far from the public gaze. Marx is attacking a state that sees itself at a complete remove. And here you see the whole quote by the way in full. He talks about a state, excuse me, a state that is building up a new mystery of government far from the public eye that supposedly represents the self-activity of those it represents but doesn't actually wind up representing anything but its own activity. So this is a very philosophical text somehow in which there's suddenly this breaking out of was ich nicht heiß macht mich nicht was ich nicht weiß macht mich nicht heiß. Okay. This is a thread, of course, so Marx is demanding transparency. And he's attacking a state that sees itself at a complete remove from its subjects hovering above them in thin air. This is something that you see in Marx's later writings again and again. For an example, in the Brumière, his famous text about the coup d'état that Louis Bonaparte was able to make in France, in revolutionary France, there's a very good critique of this autonomization of the state that leaves behind its subjects and begins to function on its own as a machine looking completely opaque to observers below, so to speak. Of course, Marx is speaking about Louis Bonaparte, but we can easily recognize the metaphor today. A state that's hovering over us like a police helicopter, basically looking down and completely opaque to our understanding and that will deploy any kind of visibility and any image in a fully non-representative way. So this is a sore topic today. As one could say, as sore, as painful as a face full of Botox. The presidential elections in Russia are the perfect example. Everybody can see. So they're transparent, but they're not transparent. Everyone can see the opacity. Everybody knows. The election was rigged. But for the first time in more than a decade, there was a campaign against the main candidate. Started on Facebook and in live journal. You can here see. Here I have a small picture of the Botox really up close. I don't know, maybe this is a bit too illustrative. But I think we have this effect that we're very, very close somehow to this face and that we can't see anything because of that. So I wanted to show that to you. There was a campaign that started basically on the internet, on live journal, on Facebook, or through these demotivators that you see here that were spreading around over the last years. In all possible political directions too. So to the left and to the right and to the center galvanizing a largely docile post-Soviet urban population who have kept busy over the last years acquiring many self-representational skills. They've been completely subsumed under creative capital. Creative capitalism. So of course these skills are there and they're being used. This process bears all the marks of a civic coming to consciousness to which all the contradictory subjectifications of the last 12 years have become visible, de-virtualized in unprecedented mass meetings where you can see these kind of demotivators or creative slogans or little Facebook statements in the form of placards at a demonstration. So you can actually even see imitations of, excuse me, if I get up for a second, you can see imitations of web design on the streets so to speak and you can see how this de-virtualization is taking place in real time. These have effectively, these meetings and this process of de-virtualization has effectively cleaved and even broken the back of the state's self-proclaimed monopoly on political representation. Then again, many, if not most, of the new representations correspond to the three-second gaze that I've been talking about, this gaze onto non-representation. Yeah? It's a quick and dirty statement, Putin d'alloi or something like this, very simple catchphrases or some kind of creative elaborations that could still be understood within a few seconds. In that sense, they represent a kind of model of politics, excuse me, that we could call the kind of macho, simplistic model of protest that in many ways mirrors the object of its critique. So a little bit, all of these pointers, these phallic pointers we could talk about, are a bit like Vainaut's penis painted on the drawbridge across from the headquarters of the Petersburg FSB last summer. It's a macho potency symbol as a gesture of impotence against the obvious yet total opacity of power. And, you know, so of course, in that paradigm, people who think of politics in that way are of course very much jubilant. So even John McCain, when he saw these protests, for an example, as our American macho politician who's a bit impotent as well, he would come out and say, the Arabs, dear Vlad, who calls Putin Vlad, it's very strange, only John McCain, yeah, he calls him Vlad, Vlad, he's Vlad, to John McCain. John McCain says, dear Vlad, the Arab spring has finally arrived on your doorstep. So this is this kind of simplifying everything into a really flat phrase where you could identify every political protest immediately, and you could immediately see some kind of asymmetrical relation of power that you could then talk about in these kind of macho terms. Meanwhile, the regime had its own campaign of transparency, which was kind of interesting. So, it's sitting duck president, soon to be premier Medvedev, introduced a reform package, which you all remember, while the president-elect, or maybe you've already forgotten actually, while the president-elect, Putin, worked his way through the demands of the leftists, nationalists, liberals, playing the state socialist clientelist apparatchik, one second, the law and order patriot, and then the privatization legitimator, all of these roles at once. So a bit like Mussolini playing all the strings of the harp at once. But all this spectacle didn't work somehow. Reality is more radical than ideology, and it was very clear that the the Botox was slipping. So how do you deal with this demand for transparent elections? You institute a kind of murderous absolute transparency that you can then say, wow, look, we have democracy. And this is actually what, of course, as you remember, Putin did through the site of Web Vybry, where you could watch all kinds of interesting things, and it required an authenticated Facebook login, which is very important, and access that you to provide access to all of your Facebook contacts. So the app was actually monitoring you as you were monitoring the elections. So driven by Google Maps, it gave you live feeds from every place in Russia. You could observe the polling for hours and use your PC to make screenshots and all that, probably while the FSB servers are logging all your friends and everything you do on your computer at that moment. At least you give them access by agreeing to play this game. But that's a small price, actually, to pay to watch the triumph of complete and total non-representation, because it's quite beautiful. You see views of empty polling stations, and then crowds of people all exercising something completely abstract, namely their right to vote, or their so-called right to vote. This is a feast for an eye, also trained in critical realism, that could see a total panorama of society so used to security cameras that they're unconscious, that the whole society is being unconscious of being watched. Well, mostly. So here's the abstraction, by the way. My favorite camera shot from Webb Vyberi is just the shot of a floor, because actually this is what the elections are all about. It's a very abstract right, also, to defend the right to vote. But some people, of course, were having fun. So some people were just having fun, and the cameras seemed to catch them. Other people maybe dropped their pants or made some very funny demands for the camera, so they were aware that they were being watched. So somewhere in Tumene, for an example, the Electoral Commission had a party, like here, or, for an example, I couldn't find this picture. One girl dropped her pants, and it looked and showed her ass to the camera, and it looked a bit like Femme N or something like this. This is kind of popular folk creativity going on in conditions of total transparency. Everyone was doing, on that day, for an example, I was also doing this, and I was somehow making screenshots, except my main point was also for my father-in-law to wave at my son and for me to make photos of this, and then suddenly I thought that I saw Ksenia Sobchak and Navalny and all kinds of other people who are famous, who are connected with the opposition, and I'm making screenshots of this too. So this is this kind of spectacular stargazing, like people who were riding around Hollywood looking for movie stars, going on in the conditions of an election. This is really something to brag about for the former KGB officer, new president, old president, as his face covers itself with shiny crocodile tears. And at this point, we could really end. It would be very convenient somehow to say that this is basically the upshot. This is probably a fake, by the way, but still the demand for hardcore, as you can see, was being fulfilled in some places, at least virtually. It would be easy to end at that point, but actually if you agree with the things that Marx wrote otherwise about representation, it's not actually representation that's produced by consciousness, but representation or misrepresentation that produced consciousness in the first place. In the German ideology, for an example, Marx is talking about how production and reproduction creates consciousness and not the other way around. And this was a very important difference of Marx to the generation of philosophers and thinkers who preceded him. So we really have to think about these elections in a different way, and we have to think also more dialectically about how these modes of non-representation are appropriated and reused. For an example, we could look at the meetings on Balotme or Prospekt Sakharova and see how, for an example, observation and security technology, little unmanned drones that in Afghanistan, for an example, are being used to combat terrorism are now being used here to create an alternative view of the protests so that, for an example, the protesters would be counted properly. And what we see here is this very strange view from a camera that's hovering above Balotne Plosik. I'm sure you all know this picture, this kind of orbis terrarum that you have suddenly of the protests imagined in a spherical way that almost gives an image and globalizes them. What you also, of course, had is the massive use of iPads, iPhones and other recording devices to create a kind of transparency. And, of course, you also had on the elections themselves this kind of devirtualized, very activist, militant investigation of the elections. So you had people, for an example, on Open Space showing their videos and entering into video contests that were like the best documentary, best horror movie, and so forth and so on, which I thought was actually very interesting because it shows that a real critical awareness is arising to the extent of the corruption and not only of the rigged elections but also in everyday life. And people are waking up and basically recognizing that they've been living in a post-Soviet neo-capitalist wonderland that would have both Marx and Kafka giggling with confusion. But the coming to consciousness is not only that people are learning to criticize the regime in all its guises and learning to find ways to see this material critique of the regime that it offers itself. It's more than just proverbial or immaterial or even methodological, more than a representational game, actually. As somebody recent, as a philosopher friend of mine recently, Alexey Pinsin, recently put it in a recent text, this is a physical experience that people are undergoing that annuls previous political representations that makes them null and void. It's enacted as a bodily phenomenon, as a biopolitical presence. And anyone who's been to these demonstrations knows that. So I don't know what my next picture is, actually. It's like, actually, okay, good. It feels like you're being funneled into a vortex. Yeah, a vortex. Here you see the two vortexes. Vortex is a varonka. Like in Lucretius, dererum nature, the whole universe has the form of a vortex. So this is the old model of thinking about atoms and the circling of atoms that they all go into one funnel or vortex in the universe. It's every social atom for itself. Though spinning, the movement of spinning probably isn't the right word for these atoms. They're not just spinning around in a vortex and then being sucked up, but they're also bumping. It's not just Brownian motion either, but they're bumping into one another, creating friction and going into adhesions. They're building new combinations. This is what's happening there. They're being pushed from political brand to brand in a kind of, excuse me, in a highly regulated security cordon. So actually, when you go there, if you go there, especially like many people who are apolitical and don't have any political views that are so pronounced, they're being pushed from one representative brand to the other and forced constantly to make choices, either being repulsed, like atoms are repulsed from one another, or attracted. So you have this constant repulsion attraction dynamic going on at these meetings. And this is a physical experience. At the same time, of course, you have the confrontation with power. And here I found a lovely little thing. Actually, the idea of the vortex and the physics of the vortex are being used, literally, for crowd control. This is one of the new weapons being developed by the United States Marine Corps to control crowds in dangerous places, like Afghanistan, I don't know, Syria, maybe, Iraq, Iran, other places that the U.S. Marine Corps might go and face hostile crowds. They can use the vortex effect in a very nice way, creating a vortex-based pressure wave that throws people over without actually shooting anything at them. So this is actually what's happening here is that the force of a bullet creates a pressure wave that goes out and the bullet stays in the gun and just falls out and the blast throws you over and doesn't hurt you at all. So this is the vortex that's happening. And, of course, we know that the main constituent kind of subjectivizing experience is, of course, when a crowd of protesters comes up against the police, when it comes up against forms of control that could be much more brutal and much less kind of sophisticated than this vortex funnel gun or rail gun or whatever it's called that is being developed in the U.S. at present. And that creates, of course, a certain reaction. So under pressure, the opposition represents only those few definite things upon which there's a consensus among liberals, leftists, and nationalists, as well as among the previously apolitical majority of protesters, the demand for Putin and his party of crooks and thieves to go away, and the call for fair elections. Most other agendas are subject to conscious under-representation, or at least they were while I was writing this text, swept under the table or into the unifying subtext of a national awakening. This neo-romantic civic self-consciousness is clearly and stridently Russian. And you can see this in this kind of slogan. It's very clear that we're talking about white Russian people in these contexts and that it's about the future of Russia. Russia without Putin, for an example. Migrants and other victims of Russia's neocolonialism, for an example, and even the whole problematic of a Russian neocolonialism or neo-imperialism even, in places like Syria, is excluded. Foreign opinions are suspect so that even if I go there and I talk too loudly in English, people will look at me funny. Or I feel that way, at least. Probably I shouldn't feel that way. But anyway. The most consensual figures for now have been moderate nationalist liberals, anti-corruption crusaders, or just other kind of macho super-slavs, most of them. And these are the people who get the most airtime at the meetings. Many of the speeches that you would hear at the meetings are short loops of circular reasoning. We won't leave. They should leave. We ne uydum. Pus anii uydut. Over and over and over again. Curiously divorced from the consciousness of those who they are supposed to represent. More prayers than speeches. And this creates a certain kind of tiredness, a certain fatigue, that you feel like you're praying, you're praying, you're praying, and nothing will ever change because your prayers will not be heard. Of course, they're addressed to the wrong place. Power is not going to go away because people supplicate in front of it for it to change or for it to go away. So at these meetings, at the same time, there was a kind of tiredness under pressure. We could talk about it that way. Prayers are what Marx once called the heartbeat of a heartless world. And here you see a picture of this heart beating, so to speak. This is a small, little interesting illustration of the relations of power. Only the militia woman is in focus and everyone else is blurred. But that blurred line of people is not from the Balotne or Presbyt Sakharova or any of the other protest meetings, but actually something that happened a little bit before the Poest Bogorodice pilgrimage that was taking place a few months before that. These prayers that people offer at a pilgrimage misrepresent real aspirations and desires, twisting them into a long line of false expectations and hopes that become a physical presence and a material force. Here, I have to think of half a million pilgrims who stood in line to touch a relic of the Virgin Mary's pregnancy belt at Christ the Savior Cathedral in late November 2011, right before the opposition's constituents underwent their own political epiphanies. You know this word, epiphanies, this kind of perivarot of сознanya. Unconsciously, this grotesque procession generated many images that looked like an update of 19th century Russian realism so you could see pictures straight out of Repin if you stood on this line. Pensioners, off-duty security guards, clerks, office workers and waitresses all devoutly crawling through the cordon as the mirror images of our own pilgrimages to opposition meetings. And Pussy Riot had a great description of this line that goes in English translation. It's quite interesting to read this to you. Maybe you will recognize the song. Black robes and golden epaulets, an Easter procession of black limousines while gay pride is sent off to Siberia in shackles. So this song describes very well and actually takes its language, I would say, from a 19th century critical realism which is quite interesting for me, aesthetically at least. And the chorus, of course, is brutally clear and it addresses the mother of God as a kind of feminist icon rather than as an icon of power. Chase Putin away. What makes this quick, this is obviously quick and dirty hyperbole, lip synced to go viral for a bad or badass reproduction on YouTube, so spicy as an image that it consciously, what makes it so spicy as an image is that it consciously misrepresents the protests. It reduces them to something that most people don't want, which is calls for insurrection and open violence through ultra-leftist radicals wearing Comandante Marcos baklavas. This is exactly the kind of iconic image that everyone has been trying to avoid with its emphatically, the entire movement has an emphatically anti-revolutionary rhetoric and it's consolidating around patriotic, if not national, democratic values and it respectfully avoids any critique until then at least aimed at the Russian Orthodox Church as one of the main state ideological apparatuses that has filled the void left behind the Communist Party. By resorting to such conscious hyperbole, yeah, hyperbole, pussy riots incantation channels an apolitical indignation that otherwise cannot rise above the horizon of civic concern and fear at the most fiercest possible repression. And when you look at the real repression that followed, pussy riot really did seem to have hit the mark in terms of creating a misrepresentation that sparks a broader coming to consciousness than the consciously flat, restrained slogans. Oh, here I have some pictures of the opposition so far. So it breaks the situation of representation and creates a special misrepresentation. So what happened, you all know, of course, to pussy riot that the repressive apparatus truly is immense once especially the word is placed and Putin promised. By the way, in the same moment when he was presenting this wonderful web panopticum of the elections, somebody then, a journalist, came up to him and said, what are you going to do about pussy riot? And he said, oh, well, I didn't actually know about this, but now that you've told me, I promise nothing like that will ever, ever happen again and I'll be sure to tell the girls that they should never, ever do this. Like a kind of father figure who's suddenly appearing and saying that, you know, I'm going to take care of the situation at hand. So what this is, this is, the biggest act of violence, of course, is when this, here you see the high def pictures of these friendly people, you know, here a more kind of cozy Medvedev and a more official Putin standing together with the leaders of the Russian Orthodox Church. A kind of corpse, a living corpse, maybe politically already standing in front of them and being blessed by the same icon. Of course, in reality, the standing in line for the, to go to this pilgrimage look very differently. Here I thought I would combine it with another image of Russian Orthodoxy which is this kind of paramilitary, you know, retro-feudal idea of it being the main ideology of a kind of new Russian imperialism or something like this. A militarized version of Christianity. We can, so this overly harsh response has actually drawn the broadest possible criticism and not only from the usual suspects so that even people in the Russian Orthodox Church will now come out in defense of the activists asking for the mild punishments or some even amplifying Pussy Riot's critique and attacking the hypocrisy of their own institution. So it really did work. But even more importantly, Pussy Riot has raised an unexpected and underrepresented feminist voice in the current opposition putting the miss back in representation in a very clearly gendered way. So miss is a miss with two S's. Yeah, and not only misrepresentation as a kind of false representation. This is not just about the president-elect and his machismo. I don't know. I think I took out the picture. I had a great picture of him finding the amphora and so on who's undergoing a midlife crisis just like many other president philanderers that we know. And just like global neoliberalism that's undergoing a kind of midlife crisis. And it's not also just about what contemporary Russian capitalism has done to women over the last 20, 30 or maybe more years, how it has subjected them to a forcible regendering, replacing that that contradictory thing called Soviet emancipation, though implicitly heterosexist and homophobic itself, with a consumerism that's full of 1950s-style chauvinism. It looks, sometimes you feel like you're in an episode of the Mad Men series. And our own reality is full of reinstated simulacra of traditionalist patriarchy in the age of the internet. This regendering is actually part of a broader process of expropriation and resubjectification. And this has been happening over the last 20 and 30 years. Former Soviet citizens, for an example, if you think about other voices excluded from the opposition protests, have been turned into subalterned migrant workers from distant, friendly dictatorships, reproductive slave labor, for now completely absent from the opposition's agenda, unrepresented, though possibly fully conscious of the benefits that the present paternalist system offers them over the more nationalist systems of exclusion that they face. Another, for an example, would be the whole topic of expropriative privatization, mislabeled, in many cases, corruption, and the whole contradictory system that this entire society is in. So we could talk about how we all reproduce on a daily level institutional behaviors, and we continue to represent something that already no longer exists, the Soviet system that's undergoing privatization, its educational system, once mighty, now in ruins, its housing developments now being privatized, its transportation networks. So this is about a lot more than just Putin-Ukhodi. It's a lot more about Budushi, чем about Budushi-Rasiya. There are many, many struggles that fall together, actually, in the current opposition movement and in the current moment. So this is all happening all the time, that there's this reproductive labor that's going on, that there's a continual reproduction of the contradictions that we're in. And they appear to us as a spectacle. This is basically what I've been saying throughout my text, that we see a spectacle that kind of never ends, and even my holding this lecture kind of reproduces it. But I think what's really important, and this is really to bring a kind of close and to come to the end already, what is really, really important is to insist upon the possibility for misrepresentations to break into a very traditional representational paradigm and to break it apart, to bring other political voices in, and to break with this over-transparency that's being deployed as a weapon. We can also talk about, actually, something very interesting in terms of international solidarity, just briefly, that these masks that Pussy Riot are wearing are not just the masks of Comandante Marcos or some abstract bank robber or other people who would wear masks. And it's very interesting that they're being made illegal because actually, the language of these masks opens a whole new lecture that I could hold right now, which is about how the concealing of identity and the use of a kind of skewing of identity actually creates new political possibilities for people who engage in it. One small detail that maybe I should mention is that masks, very much like the ones that Comandante Marcos and after him Pussy Riot were using, were used constantly in Latin America, for an example, in Bolivia or in Peru, where actually, they have a kind of traditionalist background of resistance connected to these masks. So in the 70s, for an example, Sendero Luminoso, the Shining Path, we're using these kind of masks all the time. But they actually came from a tradition of indigenous population that would wear, on carnival days, would wear masks with mustaches, a lot like the anonymous mask that you all probably know, also from the protests and the occupations. This is very interesting because it's a mustache of a conquistador, a Spanish soldier who's destroying, of course, the indigenous population, a figure, a genocidal figure. And what they do is they put on the masks and they become this figure and take on their power in a shamanistic ritual also often. And it's very interesting to see how this is actually a practice that could maybe, one could construct these lines of solidarity with Pussy Riot that go very much beyond our own context into other contexts as well. So for an example, one could look at anti-clerical protests in Bolivia by the group Mujeres Criando who in La Paz are making very interesting graffitis that say, for an example, long live the fat, long live the brown, I want to be a woman with no role models whatsoever, or who are doing rituals that are showing the role of the Christian religion in Bolivia making a very interesting kind of surrealist street theater. So we could look at these different practices actually and see whether something like a new form of consciousness, a new political consciousness emerges that is able to draw together struggles that in the past have been thought very separately and very distantly from one another. So maybe sometimes these forms of lamination or conflation of different forms of representation are a good thing and this is kind of what I would like to end with. Maybe we need that to think outside of our very, very narrow context that always runs the risk of reducing political demands to a form of senseless and tired prayers and on that I would probably like to end. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. продолжим на русском языке. Yeah, продолжим сейчас дискуссию по-русски. Пока вы забываете ваши вопросы. Он у вас выключен. У меня есть тенденция выключать микрофон, да. Надеюсь, что у вас будет множество вопросов. тема очень естественно я думаю нас всех интересующая. У меня есть комментарии, поскольку я тоже про это много в последнее время думала и выступала и есть один вопрос, может быть я начну с комментариев. Я думаю, что это все в развитии тоже того, о чем ты говоришь, я говорила об этом в Вене на конгрессе Форма Уэст. На самом деле Пусси Райот репрезентирует не только тот субъект, которому не дан голос и не дана репрезентация в современной российско-политической ситуации, но странным образом они репрезентировали также тот субъект, которому не давали или не дают или которого голос, или которого не хотят признать левые с моей точки зрения. То есть они я думаю, что для тех, кто внимательно следит за развитием событий, тонкостями позиционирования, не секрет, что в начале к Пусси Райот отношение в среде левых было отрицательное, поскольку они очевидным образом не левые, они не прокламируют левую повестку, и более того, они прокламируют что-то такое, что может интерпретироваться как, что также с точки зрения какого-то ортодоксального феминизма не вполне соответствуют, и акция в Храме Христа Спасителя оставила сомнение относительно того, может быть, они вообще являются православными верующими, что позволило в свою очередь представителям православных верующих интерпретировать их действия как какие-то исходящие из этой среды. В общем, здесь есть какая-то такая неясность, которая не позволила сразу, например, с ними солидаризироваться, хотя бы потом это произошло. И мне кажется, как раз это с сильной стороной и наиболее может быть такой сильной стороной вот той фигуры, которую они рисуют, фигуры женщины, которые уже индоктринированы этим новым регендеринг, уже индоктринированы православной церковью за последние 20 лет, и поэтому для меня их закрытые лица это еще и такая паранджа. Это говорят угнетенные женщины Востока. Это говорят, это поднимают голос не те женщины, которые когда-то, которые там, как я, например, выросли в совершенно других каких-то условиях, для меня немыслимая вообще немыслимая такая постановка вопроса. Для меня весь тот регендеринг, который состоялся за последние 20 лет, ужасен, отвратительный, и как бы я подвергаю его сомнения. Но те, кто выросли уже внутри него, их отношения к этому другое. И тем не менее, вот они для меня это закрытое лицо, и я сравнивал это там с какими-то работами Малевича тоже. Это голос угнетенного меньшинства. О таком же говорит Джудит Батлер в своей статье известной последней про такие телесные аспекты движения Occupy, где она говорит, что тоже в продолжении того, это резонирует с тем, что говорит Давид, что такой прямой высказывание такое фаллическое не есть единственное не есть единственно возможное тип политического выступления и отвержение, например, вот этих женщин с закрытыми лицами как субъектов политического протеста неверно с ее точки зрения, поскольку это тоже очень важный аспект этого движения. Ну, в общем, это просто в развитии тех же идей. Вопрос мой на самом деле более простой и я просто хотела уточнить. Вот когда ты говоришь возможно он касается языковых вещей, когда ты говоришь misrepresentation я слышу в этом исключительно негативный аспект. Misrepresentation это неправильная репрезентация, а ошибочная репрезентация, но ты также видишь в этом потенциал скажем критической репрезентации, если я правильно понимаю. Это есть нормативный перевод такого слова или ты здесь совершаешь какую-то подмену? Нет, я конечно совершаю подмену, то есть misrepresentation в нормативной политической культуре конечно это самое ужасное, что надо избегать, но если мы будем действовать по таким правилам, если все будут действовать так, вообще ничего не сдвинется с места, потому что вся политика будет дефинироваться исключительно консенсуально и всегда будем спорить, пока мы не найдем тот общий знаменатель, который репрезентирует нас всех, таким образом лишая возможности любого высказывания быть чем-то кроме общим знаменателем, который очень осторожно выдвигается всеми абсолютно противоположными мнениями. И это главное, если взять то, что происходило за последние полгода в России, взять и делать какой-то просто нормальный representation, представить, что это было, на самом деле, если не просто энциклопедировать и каталегизировать все разные позиции, общий знаменатель это действительно какая-то лишенная всякое высказывание высказывания. Это то, что не является репрезентацией по словам Маркса. И что меня интересует здесь, конечно, это какая возможность есть в этих репрезентативных или нерепрезентативных или мисс репрезентативных процессах, чтобы оттуда возникало какое-то действительно качественное новое сознание. Тоже потому, что я все время думаю, что, конечно, репрезентация и политическая репрезентация, как она мыслится в 19 и 20 веке, как бы вслед за просвещением 18 века, это всегда репрезентация белых мужчин имущих как бы это всегда репрезентация сама репрезентация как формат и многие в движении Occupy, например, об этом говорят постоянно паранокально. То есть, белые имущие мужчины говорят за остальных. За остальных говорят и находят консенсус, куда другие бы может быть и вписывались, ну, конечно, как супаальтерны. Да, женщины тоже так хотят. Спросите у них вот наши матери и бабушки и дочки, они все тоже с нами. Но как бы это высказывание никогда не подтверждается напрямую и не берет свою легитимность. Но можно говорить еще о том, просто, что есть обратная сторона. Есть такая тотальная недоверие, такое тотальное недоверие. Я помню, что у Гройса в 90-х была книга, которая называлась, по-моему, Under Suspicion, подозрение или под подозрением, где любое высказывание уже просто выглядит как такое, ну, где любое высказывание уже сразу под подозрением как принятие позиции власти. И любая позиция говорящего в парадигме политического дискурса воспринимается как как бы правительственное, условно говоря. Ну, как бы у Познава Фуко очень много посвящено вот этой теме. И, например, такие люди, как Джудит Батлер, они как раз об этом говорят, что вот мы здесь не заняты как бы представительством наших новых агенды, нашего нового коммунистического манифеста или что-либо, а мы заняты здесь как бы переизобретением представления и representation как бы поняты тоже как в художественном и культурном плане. Поэтому мы ищем нового языка, оттуда этот человеческий микрофон, который напоминает какого-то античного хора, оттуда вот эта идея агары, которую надо переизобретать. То есть мы возвращаемся к самим источникам, типа к Платону возвращаемся, к проблеме репрезентации как таковой. Но в этом меня видится как раз большая проблема, потому что это некий фундаменталистский дискурс, который вообще лишает возможности тоже что-либо говорить. То есть он не как консенсуальный, он скорее как такой максимальный организм, который должен быть все время, где как некий общественный шизоанализ происходит, где каждый говорит только от себя, как бы никогда не говорит за другого, и где все стоят в полном параличе, но зато есть очень много саморепрезентации. Мне кажется, как третий, вот я сейчас диалектически короткое свое выступление завершу, как третий возможный такой синтез или возможный выход из этой ложной дихотомии, что можно конечно ставить на неправильную репрезентацию. То есть говорить за другого, условно говоря, это возможно, это породит масса ошибок, и по ходу дела другой, может быть, наконец-то откроет рот и говорит, да нет, все совсем не так, мы так не живем, не говори за меня, ну как бы начнется настоящая политика, а когда мы все как бы ходим и то пытаемся как бы добиться правильных репрезентаций, то вообще как бы выйти из проблемы репрезентативной демократии вообще куда-то вдаль, мы попадаем в никуда-то, нам надо рискнуть все время, вот это то, что я имею ввиду с этим словом мисс репрезентейшн, чтобы отвечать на вопрос. Вот. Пожалуйста, кто очень рад. Значит, ну во-первых, я не совсем поняла некоторые вещи, о которых вы говорили, ну например, регендерин, в каком плане вы об этом говорили, то есть объясните мне вот еще раз, что вы имели ввиду, правильно ли я это поняла для себя. Сразу или вы хотите еще? Давайте, давайте сразу как диалог оформим. Значит, что я имею ввиду под регендеринг? Регендеринг, вот я бы сказал это так, что... В России, да, за последние 20-30, может быть, и больше лет, можно на самом деле как бы начинать этот счет с высокого сталинизма, да, начинается или происходит как бы после очень большого эмансипаторного рывка, как бы освободительного рывка, где, в принципе, права женщин и просто функционирование женщин в этом обществе, как бы, да, вот в советском, особенно ранном советском, как бы действительно отличилось качественно от всего, что было в Западной Европе в этот момент. И это считалось просто вот действительно одна из самых освобожденных стран в этом плане. В более поздном Советском Союзе я бы сказал, что несмотря на вся сомнительность как бы конструкции советских гендерных ролей, и я думаю, что мы можем долго об этом говорить, насколько они были сомнительны, да, что женщины должны не только работать на заводе и еще воспитывать детей, как бы, да, мы знаем, как бы, что там есть доля лицемерия, но тем не менее, как бы, вот эти роли, они были не похожи на традиционные, скажем так, в поздном капитализме распространенные гендерные роли, они не были похожи на те консумерийские роли, которые, как бы, тоже предполагают там жесткое деление гендерных ролей, типа мужчины занимаются только, как бы, спортом, я не знаю, работают, идут в офис работать, а женщины сидят дома и стирают белье, как бы, да, вот этой идеей, которая транспортируется, например, тоже... Все эти гендерные роли, они, в принципе, вместе с массовой культурой, это можно было очень хорошо видеть, на самом деле, вот когда я показал вот этот на левой стороне, вот... Нет, они исчезли или возникли у вас? Я вот не понимаю, вы что хотите сказать за последние 20-30 лет? Реджендеры, возникли новые, репрессивные, традиционные, в том числе, укрепленные патриархатом... Я вот совершенно этого не чувствую, абсолютно нет. Вы понимаете? Нет. Ну, то есть, мне кажется, это бред, если честно. Вы видите журналы женских, в которых девчонки учат, как они себе мужа? Вы что, не знаете этих журналов? Да, но мне... как быть на содержании у богатого мужчины? Нет, я вот не вижу... Я вам в этих книг не вижу? Нет, при чем здесь содержание? Понимаете, может быть, общество, наоборот, стало более открытым и стали об этом больше говорить просто. Дело не в этом, понимаете? Не в том, что, наоборот, роли разделились, да, и стало больше женщин, которые сидят дома и хотят воспитывать детей или еще что-то. Просто, ну, как бы, вот эти журналы все и медиа нашли свою целевую аудиторию, и все. Это было и раньше, и это сейчас. То есть, не произошло никакого изменения назад, как вот вы считаете. Вы считаете, я вам старше, и это так не было. Ну, хорошо. Ну, нет, вы так считаете, но вот я говорю со своего возраста, я вижу совершенно по-другому. То есть, вы хотите сказать, что для вас вот это вот совершенно какое-то новое явление, что женщины участвуют в протестах, это что-то... Нет, 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 нет. Нет, наоборот. джендеринг, можно я объясню? Да, конечно, пожалуйста. Ведь джендеринг имеется в виду насильственное насаждение традиционных ролей в идеологии, не в реальной жизни, реальной жизни более сложная. Да, Давид правильно говорит, что были разные течения там и в советское время, но в идеологическом плане все резко поменялось и начали насаждать традиционную, патриархальную, подчиненную роль женщины как матери, жены, но также и любовницы, проститутки и так далее. Да, вот все эти роли насаждаются современной идеологической конструкцией, во многом поддерживается частично православной церковью. Вот это называется регендеринг, то есть насаждение традиционной гендерной роли, как на женщин, так и на мужчин. Вот это называется словом регендеринг. То есть где вы видите насаждение вот этого? То есть в сериалах, в журналах? Конечно, в надстройке, в идеологическом послании, в дресс-коде, который православная церковь нам пытается навязать, в сериалах, которые нам показывают, в журналах, где даются женщинам соответствующие советы, в интернете. Первое, я открываю Mail.ru, первое, что я вижу, это какая-то информация о том, что женщина должна рожать как можно чаще, там каждые полтора года, иначе ей угрожают какие-то страшные болезни. И там еще какой-то авторитет церкви приписан внизу. Совершенно понятно, что это идеологический материал, который является правильником. Вот если не говорить о церкви, церковь, это понятно. То есть они исходят из тех традиций, которые у них есть. Если говорить обо всех этих коммерческих изданиях, то как бы у них-то какая цель? Это спрос рождает предложение, а не наоборот. Не предложение рождает спрос. То есть они не пишут это для того, чтобы там как-то промыть мозги или еще что-то. Это коммерческие издания. То есть они ориентируются на аудиторию, понимаете? Как журналист тоже могу вам сказать, что на сотрудников изданий очень сильно влияет, иногда не прямо, а косвенно, но тем не менее, они тоже ее прекрасно прочитывают, волю руководства, которая в свою очередь является выражением воли владельцев и более широкого класса, к которым эти владельцы принадлежат, и тех интересов, которые у них есть. Например. Это все сложные процессы, но сотрудники изданий, для того, чтобы они были журналисты, действительно независимы от этого всего, требуется огромное самообладание и специальная такая установка на это, чем занимаются там, не знаю, может, 2% журналистов. Я не знаю, я могу еще добавить к этому пару слов. То есть, мне кажется, вот что такое регендеринг, он действительно очевидный. Он очевидный, как разница в поколениях, разница поведенческая, она не только медиальная, она происходит даже на институциональном уровне. И мы можем не очень далеко, мы можем просто смотреть, где мы сидим с вами, чтобы понимать, это как часть некоего регендеринга. Например, то, что современное искусство поддерживается почти исключительно благотворительности, богатых жен, богатых людей, как бы, да, это тоже часть такого процесса. Это тоже можно прочитывать, да, что мы хотим быть Пегги Гуггенхайм, мы хотим быть Абби Альдридж Рокефеллер, мы хотим, как бы, принять роль благородной женщины, леди, дамы, да. Вот это, вот это вещи, то есть, я тоже не хочу, как бы, слишком морализаторски о таких давлениях говорить, но они есть и, как бы, есть, может быть, и другой процесс, как бы, о котором вы говорите, тоже, они не займоисключительные, да, то, что, как бы, растет некое сознание того, что было и до того, и что это тоже было не сахар, условно говоря, да, это тоже есть, есть, как бы, да, особенно в среднем классе, который микроскопический, есть люди, которые порвали с традиционными гендерными ролями, тоже в том же числе, действительно, благодаря какому-то там техническому развитию, творчеству и все такое, но я бы не строил из этого утопия и говорить о том, что общество стало более открытым, объективно, само по себе, скорее всего, как бы, уровень поддержки, наказания по Сираету, которые находятся сейчас у 45% населения, как бы, по опросам, да, за то, чтобы их посадили в тюрьму надолго. То есть, вот, если это, это, мне кажется, свидетельствует все-таки о каких-то представлениях, которые у людей... Опрос был где, вот эти 45%? Это что за опрос? Это был опрос в ЦИОМе, то есть, этого Левада-центра, которые спросили, как бы, сколько людей поддерживают жесткие наказания группы, участниц группы Пуссераета. Это было сделано два дня назад. Читал я в новостях. Я, честно говоря, не верю, что 45% общества выступает за наказание такое. Ну, например, у меня там есть родственники в провинции, да, и люди, ну, то есть, у них нет там, допустим, интернета и каких-то вообще ресурсов особенно, да, но даже вот моя тетка, да, она выступает за то, что, то есть, ей показалось, что это просто там дико, то, меняют, ну, наказание в плане, там, сидеть в тюрьме или какой-то арест или еще что-то, то есть, мне кажется, что адекватные люди все равно считают, что это неадекватная мера пресечения. Я не знаю, что это был за опрос, конечно. Ну, но с другой стороны, просто хочется, хочется это, это очень четко, как бы высказать вот такое мнение. Мне кажется, что на каждого вменяемого человека как раз есть два невменяемых, да, и мы должны это понимать, когда мне таксист говорит, ну, вообще-то, да, конечно, я понимаю, что православие – это религия любви, но этих девушек надо пороть и пороть, пока у них, там, что они, чтобы они рожать не могли, говорит человек. Я просто, я сижу, да, и он дальше едет. Причем это такое нормальное высказывание, как бы. Вот. То есть, это, я думаю, что просто тоже, знаете, может быть, это тоже видно немножко со стороны, когда приезжают, я не знаю, у нас была такая ситуация, что приезжало очень много иностранцев, да, как бы из Германии, там, из Америки, откуда ты еще, из Израиля, там, откуда ты, из разных стран, которые смотрят вокруг и говорят, вау, это здесь у вас выглядит, как в середине 80-х годов, когда такой регендеринг, и это известно, как бы всем людям, которые жили на Западе в это время, происходил там, да, когда после 60-х и 70-х годов, типа, лифчики сожгли, и все такое, как бы все, опять появились огромные, такие, гламурные прически, каблуки, очень традиционные гендерные роли, считалось очень немодно, как бы, да, вот, но одновременно это время, когда, как, типа, после Маргарита Тэтчера, так что можно, конечно, в духе вашего замечания, спорить о том, что там происходило, но регендеринг-то точно был. Еще вот я бы хотела отметить, вы усматривали, вот, например, в масках, вообще во всем этом протесте, пусть и рай, какие-то там символы, да, если честно, я считаю, что, может быть, в этом нет никакой глубокой символики, потому что все-таки девочкам, там, 19 лет, да, или 20, ну, вот они просто сделали этот протест, и не надо усматривать в этом какие-то там, раскладывать это все на мельчайшие детали, там, и составляющие, понимаете? Вот, мне так кажется. Тоже на это одно замечание, это было такое очень распространенное мнение в СМИ, и даже я помню, что какие-то мне звонили люди, по-моему, из журнала GQ, то, ну, да, это был GQ, и они спросили, ну, вот расскажите, ну, они же такие, такие тупые, 19-летные девушки. я не говорю, что они тупые, я не говорю, они горячие, но укладывать это в какие-то рамки современного искусства, что вот они думали об этом и о том, вот надеть такие маски или такие. Значит, одна из них наша студентка, так что мы их знаем хорошо. И знаете, просто они цитируют нас, читайте их сайт, читайте их сайт, они читательницы Джудит Паттлера и все такое, действительно это так. Жижик, они, одна вот закончила нашу школу, другая закончила факультет философии Московского университета, так что им не 20, а 25, 27, так что там с этим все в порядке. есть еще, я видел, что вы... И потом, потом Сережу передать. В принципе, ответить на этот вопрос, я хотел спросить, вы говорили о риженте в языке, как, о честь, российском явлении, да? Нет, 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 нет. Нет, у нас очень так все, как бы, выпукло. Нет, это глобальный, можно говорить о глобальных процессах, на самом деле, можно говорить, на самом деле, даже о ранних двухтисячных в Западной Европе происходили такие подобные вещи, в какой-то мере. Ну, когда, да, вот, ну, как бы, ябхи-култура такая, как бы, да, ну, это, женщина опять представлена, как такой объект красоты, и это бывало, очень много, люди, мужчины опять стали одевать такси, да, это даже в 90-х годах, уже было, как бы, да, смокингах, женщины в больших длинных платьях, как бы, смотрите на гендерные стереотипы, которые распространяют Голливуд, как бы, и там очень заметное изменение в 80-х годах происходит, просто вот жестко. Это все исследовано, понимаете, вот это вот сложно немножко с этим спорить, как бы, от хоминем, что называется, да, от пузы, от человеческой, потому что, как бы, действительно, есть очень много исследований этой темы, и это некий объективный процесс, который можно связать с другими объективными процессами, это был бы мой point, да, а не говорить об этом в изоляции, как бы, от всего остального. я не знаю, насколько это слишком или не слишком редуктивная интерпретация, мне, как бы, лейтмотив, как показалось в выступлении Давида, напомнил, такой есть известный русский анекдот, в котором хорошо отражается тема, какой-то такой вот остаточной сакрализации власти в России. Это анекдот про то, как мужики в деревне крепостные устраивают бунт, вот, избивают управляющего, там, ломают какие-то коровники, жгут какие-то применты инвентаря и окружают, значит, барский дом, требуя, чтобы барин вышел и довольно долго, как бы, поддерживают его в осаде, вот. Ну, наконец, значит, барин не выдерживает и, как бы, выходит на балкон ну, там, не знаю, в каком-то пене варит, вот, и спрашивают, ну, что, мужики? А мужики говорят, что? Ничего. Вот, не знаю, мне показалось, что это близко, да, к тому, что, ну, вот эта вот молитвенность и так далее. То есть, здесь, возможно, действительно, это имеет место в России, да, евангельская фраза «нет власти, кроме как от Бога», вот, о чем, то есть, как бы, подвластные напоминают власти о том, что, по идее, власть должна быть от Бога, да, а она вдруг, окажется, не от Бога, и надо просто ей напомнить о том, что она, по идее, должна быть от Бога. Такая важная проблема, я не знаю, стоит ли сейчас это поднимать, но для меня это такая дилемма, да, это вообще включенность в дискурс о этой проблематике сакрального и метафизики, да, потому что, с одной стороны, мы видим, что там и Жижик признается в своем глубоком уважении к христианству, и Бадью пишет книгу об апостоле Павле, эти темы как бы постоянно присутствуют, но с другой стороны, вообще в культуре 20-го века, как мне показалось, ну, в интеллектуальной культуре, да, среди интеллектуалов установилась некая табу на переход какой-то границы в этом отношении, в этом направлении. И мне кажется, здесь ярче всего выглядят фигуры Вильгенштейна, который сказал, что есть вещи, о которых нельзя говорить, или о них там следует молчать, или есть действительно невыразимое, оно показывает себя и это мистическое. То есть обсуждать мистическое невозможно. Обсуждение мистического сразу же приводит к апроприации чего-то там и ну, как бы к репрессивному использованию этого дискурса, любое его как бы втягивание этого, там, не знаю, категории мистического в рамки дискурса, оно разрешается, переходит в какую-то там доминацию кого-то над кем-то, да? Вот. И это вполне четкая такая позиция, которая, думаю, может быть, действительно надо ее придерживаться, да? То есть надо как бы оставить эти все темы в стороне, теологию, мистику, и говорить только о том, что действительно можно обсуждать, но для Вильгенштейна того же обсуждается, ну, как бы обсуждаются практические дела. То есть вообще вся эта речь, которая как бы обрамляет эти практические дела, она является каким-то украшением, как-то декорацией. По большому счету, ну, вот там надо что-нибудь, не знаю, построить, мне как архитектору это понятно. Но действительно мы можем обсуждать через сколько, ставить колонны, там, та-та-та-та. Вот, все остальное. Вот. Но с другой стороны есть ощущение, что, ну, дискурс как бы скукоживается, он оказывается слишком ограниченным в результате, да? Это все какая-то коммунальная такая разборка. Даже если, вот, например, тоже мне очень понравилось, что ты поднимал тему некой интернациональной ограниченности повестки дня нашего протестного движения, да? Я тоже это как бы отметил, что как-то не видят люди ничего вокруг. Вот. Вот. А с другой стороны, опять-таки, если мы выходим на эту универсальную повестку, не должны ли мы поднимать эти темы универсализма и опять-таки возвращаться к какой-то метафизической проблематике. Вот мне хотелось бы, чтобы ты, например, эту для меня существующую дилемму, а дилемма в следующем стоит. Либо, скажем, придерживаться позиции Витгенштейна, либо действительно вступать в теологический спор с клиросом, в том числе русской православной церкви, и объяснять им, что с точки зрения Евангелия то, что они делают, это как бы абсурд, это предательство того основания, на котором они как бы стоят, как они это декларируют, по крайней мере. Вот. В общем, какой бы из этих путей ты для себя выбрал? Ну, знаешь, вот я здесь это как-то недаром цитировал, и я придерживаюсь вообще такому, я бы сказал, диалектическому, как были, материалистическому диалектическому видению религии, что значит, что я не считаю, что это просто необсуждаемо, да, многие левые, я думаю, что так считают вообще, или бы держались подальше от всего этого. Я так не думаю. Я бы сказал, что я испытываю скорее, как бы, ну, как я говорил, это сердцебиение без сердечного мира, и поэтому это вполне себя обсуждаемо. Те вещи, которые сердцебиение без сердечного мира, люди, люди угнетенные, да, люди, как бы, и это можно на самом деле, знаете, вот, это действительно есть так, что, если помните, вот сегодня я был у Таганского суда, да, вот, ну, там пусть и рает и все дела, но я помню, когда был там процесс осторожной религии, и входишь, и видишь очень четкую классовую разницу между сидящими, как бы, со стороны, ну, защиты, которые все такой, как бы, средний городской класс, как бы, да, вот, с невероятным презрением, смотрящий вокруг на все, что там происходит, на всех ментов, служащих суда и так далее, потом сидят, как бы, обвинители, да, которые такие, ну, в нашем мышлении какие-то злодеи немыслимые, да, но это люди бедные, которые, которым не, не, угнетенные, которым некогда вообще цепиться, кроме вот этой религии и это спасение от небес, да, то есть это первая часть, как бы, надо проявить какую-то гуманность в сторону, ну, даже как человек, если я не верующий, да, я вижу, что люди верят, они не только верят в какую-то абстрактную такую метафизическую, мистическую телегу какой-то, да, которую какой-то теолог придумал, они верят, как бы, в какую-то надежду в жизни, да, которой они придерживаются, поэтому, как бы, надо это воспринимать вполне себе тоже иногда, во всяком случае, как источник каких-то эмансипативных, ну, если не деяния, сложно себя представить так, но скорее, как бы, импульсов, да, с другой стороны, да, вот, конечно, надо именно критиковать вот это апроприации всех этих надежд и стремления людей, как бы, к чему-то лучшему, хоть и в загробную жизнь, да, как они апроприируются, используются, как бы, для создавания власти, это, по-моему, это не я придумал, или, или первым, как бы, начал об этом говорить, что-то надо критиковать самым жестким способом, и тут опять никакие виткенштейновские ограничения я не вижу, то, что это все вполне артикулируемое, да, это без вопросов, то есть для меня, как бы, какое-то использование даже религиозной риторики или каких-то девайсы, да, какие-то приемы, да, из религиозного репертуара освободительных, да, это не табу совсем, я думаю, что для многих, на самом деле, людей, тоже мыслящих, как бы, вслед за Вольтер Бениамином, за Джорджио Агамбеном, за подобными фигурами, не только там Олен Бадю и Жижек про свой святой апостол Павел, а еще бывает, как бы, целая, это целая, целая, целая тенденция, как бы, немножко по-другому на это смотреть, но то, что Катя говорила, это очень правильно, да, что как раз среди здешаных левых, как бы, очень мало кто, мы знаем пару людей, которые как-то может быть engaged, такие более, скажем так, освободительные течения внутри русского православия, но в основном фобия, конечно, огромная и очень интересно, как вот это, этот жест пуссирай, это падает на это поле и как бы там действительно делают какой-то взрыв, то есть, и мне кажется, это как раз говорит о том, что это довольно сознательная практика, то есть, я не думаю, что она от чистого бессознательности или чистого, это скорее сознательная неправильная репрезентация. Окей. Ну, может быть. Церковь в России никогда не была гомогенной, если там посмотреть исследования, то уже ну, по крайней мере, там, не знаю, 16 века фактически она разделена пополам, да, есть как бы церковь, которая при государстве, всегда была альтернативная церковь в виде раскола и сектанства, который по численности составлял примерно столько, вот, и это, в общем, вполне себе такое живое политическое по-своему поле, вот, которое всегда существует, и, в принципе, это же действие поусирает, оно вполне вот в эту проблематику тоже, тоже вписывается. Вот, я просто хотел один всего вопрос дополнительный задать по итогам того, что ты сказал, сводится, ну, не знаю, можно ли на основании сделать вывод о том, что ты, как бы, ставишь жена к равенству, отождествляешь человека свободного человеком неверующим? Является ли для тебя вера в Бога с синонимом внутренней несвободой или там внешней свободой эксплуатируемости? Для меня, знаешь, вот это, конечно, интересный вопрос, он такой, как бы, типа, веришь ты в Бога или нет? Сложно отвечать на него. Но, с другой стороны, вот, даже если не веришь, но сложно, сложность для меня заключается в следующем. Могу ли я сказать, что все люди, которые освободились от веры свободные, далеко нет? Могу ли я сказать, что все люди религиозные, которые я видел, несвободные люди, как бы, как-то зомбированные, не знают, что творят, и в том числе не понимают фиктивность своего уклада жизни? Тоже не могу сказать. То есть, это не люди, которые, как бы, обманутые чистым виде. Есть на этот счет разные мнения, но я все-таки думаю, что такие практики, когда они правильно практикуются, их условность тоже, как бы, понятная, на самом деле, их человечность, да? Они от Бога ничего не дано. Тоже религиозным людям, как бы. И мне это, это признается, если ты говоришь с людьми, которые, как бы, действительно верующие, они не заложники настолько сильно, как мы все неверующие, думаем, своих систем, да? Есть люди, которые с этим оперируют более ловко, да? То есть, оперируют именно, как освободительная практика. Это редко, да? Но я не могу ставить такой знак равенства, нет, ни в коем случае. Но я бы сказал, что освобождение, как бы, не только освобождение от каких-то ложных мнений, а тоже от каких-то реальных, материальных, угнетающих факторов, да? Поэтому, как бы, даже если веришь, не веришь, это в каком-то смысле, да? Если тебя кто-то запрещает, например, да, вот, ну, я могу это сейчас продолжать бесконечно, и, по-моему, не надо. Просто блаская реплика, чем вопрос. Просто вот, посвящал вопрос, условно говоря, можно ли как-то спорить с существующим каким-то порядком и отвечать ему какой-то истинный, пытаться сказать какую-то истинную ответ, либо просто молчать, как, собственно, примет у нас в основном в обществе. Ну, вот, собственно говоря, отчасти, например, акция Pussy Riot является таким ответом, как можно сделать нечто другое. То есть, и, ну, собственно говоря, эта идея уже звучала, то, что именно вот это вот, как вот вы используете слово misrepresentation, как некий способ говорить, так что, на самом деле, это некий жест, который оказывается более эффективным, потому что он не начинает играть по правилам существующим в обществе. То есть, либо ты как бы вступаешь в прямую конфронтацию и начинаешь там что-то такое декларировать, либо молчишь. А это некая, как бы, такая хитрая истинная игра. Но вопрос, именно вопрос, который сейчас дает, и там, то, что вы там и то же самое купай вспомнили и так далее, можно ли этот способ говорить как-то фиксировать? потому что, если с одной стороны, опять же, догматизация, с другой стороны, просто отказ, наоборот, от действия, и опять же, уход в какое-то личное такое пространство, нейтральное. Вот, и можно ли как-то эти жесты ввести в какую-то систему? Это вопрос. Или принципиально не вводится? Нет, для меня это тоже большой вопрос. Я должен сказать, что я очень скептически отношусь, в том числе, к собственному докладу, который вписывает эту историю, это явление в некую историю как бы, ну, художественных или культурных, как бы, прогрессивных практик, да? Когда мы начинаем создавать такие энциклопедии или какие-то выставки, которые состоят только из таких практик, мы одновременно делаем их очень объективными, и, как бы, мы деконтикстуализируем их и как раз разрываем всякая связь с сознанием, да? Вот, и, как бы, эта вся проблематика, откуда я начал, как бы, она вступает в полное действие. То есть, вещи, которые очень даже, как бы, useful, да? Для меня, например, это сам Маркс в том числе, как бы, да? Он комодифицируется и, как бы, усваивается системой. И это, конечно, надо очень следить за этим. Но всегда в этих усвоениях как бы тоже есть какие-то политические варианты или какие-то разные способы, да? Например, можно себе представить одна форма репрезентации или неправильная репрезентация пуссерайт, которые, как бы, могут быть на территории современного искусства достаточно продуктивными, а другие, которые могут очень сильно захлопнуть какие-то двери, да? Ну, например, как бы, ну, как мы видели сейчас на Берлинской биеннале, форма репрезентации вообще любого активизма, там, достаточно спорная, например, да? Когда действительно какие-то вещи, которые имеются в виду и абсолютно чисто, как бы, в смысле интенции, да, люди воюют и, как бы, борются с властью. Ужас какой! Везде в мире и, как бы, показывают тебе это как такая видеопанорама, которая сведется, в принципе, к высказыванию, что люди борются. за что, против кого, как это работает в смысле всей этой репрезентативной политики, как бы, да, не обнаруживается, а просто само наличие, как бы, этих практик мало чего говорит, а очень часто, когда они выставляются, они в таком каталогизированном виде именно предстоят. И это, мне кажется, очень симптоматично за то, что с ними происходит. Но, как бы, да, я вижу тоже такую огромную опасность, что это не сведется. С другой стороны, мы должны, как бы, понимать какую-то генеалогию, как бы, форм протеста, форм познания, да, мы должны же постоянно, история же не кончилась, и не, это не так, что мы сидим, как бы, перед какой-то закрытой историей и должны все изобретать заново, да, а надо как-то, как-то очень осторожно, аккуратно, как бы, пытаться заниматься историзацией, например, таких явлений, как пусси райет, без того, чтобы их просто слить в свалку ненужных революционных орудий, условно говоря, да, вот здесь лежит, как бы, прошлогодный баннер LGBT, как бы, там и пусси райет, и там еще какие-то, как это, человеческий микрофон, какие-то еще явления, как бы, разные, там, которые, которые можно декорировать, как бы, выставочное пространство потом, это, конечно, это им надо сопротивляться очень сильно. Я хотела одно только сделать, сказать, замечание, или там, не знаю, как-то ответить на вот, то, что вы в какой-то момент сказали, это может быть такая банальность, и там здесь мои студенты сидят, я с ними тоже обсуждала, но с вами нет, да, поэтому, вот вы, это просто очень часто этот вопрос возникает, вы сказали, что там сознательно они там, допустим, не имели в виду, и то, чем Давид занимается, это довольно важный момент. Дело в том, что в такой момент, чисто, я бы сказала, методологически, не имеющий отношения непосредственно к Пусти Райт. Вот такой разговор, что мы должны анализировать только то, что человек там имел в виду, это вот в суде. Вот в суде действительно это очень важно, как бы, да, выяснить, умышленность совершена убийства или случайно. Что касается интерпретации, и вообще даже здесь речь идет уже не просто об интерпретации, а создании какого-то дискурса вокруг, жеста Пусти Райт и оттуда исходящего, то мы все уже находимся с вами в эпохе пост Фрейда. Мы не можем Фрейда отменить, хотя по-разному это развивается, но после Фрейда разговоры о том, что всякие ошибки, оговорки и даже подсознательные стремления являются неважными, мы не можем больше так говорить. Поэтому здесь мы находимся сейчас, кстати, я все время про это думаю, в очень интересной дискурсивной ситуации, такой экспериментальной, потому что в отличие от процессов «Осторожно, религия», девушки после своего жеста оказались изолированы от публичного надолго, от публичного высказывания. И мы практически ничего не знаем об их собственной интерпретации своих поступков. В этом смысле это создает, мне кажется, интересную и продуктивную тоже ситуацию, потому что это для меня лишний раз подчеркивает, что они говорят как бы от лица тех, кто не имеет голоса. И они сейчас по-прежнему не имеют голоса. Вот у них был короткий голос во время их пения в храме. И мы дальше, как бы вот они обратили наше внимание на этот субъект. Являются ли они сами этим субъектом угнетенными, православными или нет? Это даже не столь здесь сейчас важно. Но вот действительно возник новый субъект, потому что существует классовое различие, не мне вам объяснять, что там в диссидентские времена тоже у нас были православные, но это были люди, как правило, имеющие контакты с Западом, высокообразованные, там очень часто из каких-то аристократических семейств, которые репрезентировали и сами себя ощущали лицами высшего класса по отношению, скажем там, к КГБ. Все так произошло за последние 20 лет, что вот у нас стоят эти толпы прикоснуться к этому поясу Богородицы, что вызвало дополнительное какое-то омерзение современной интеллигенции московской, которой неприятно было увидеть, что вот оно истинное лицо русского народа. В этом смысле девушки отчасти говорят от этого анонимного субъекта, отнюдь не являясь им сами. И мы можем вот это все выстраивать. Мы имеем на это право вне зависимости от того, подтвердили ли они нам письменно, что они это имели в виду или нет. Это просто какое-то правило такое интерпретационное, которое относится не только к ним. Нет, но я вас поняла, конечно же, но вот когда вы говорите о том, что они выражают голос тех, у кого нет голоса, вы кого имеете в виду? Вот эту интеллигенцию или вот этих людей, которые стоят к поясу Богородицы? Сейчас вот, да, тех, кто стоял, понимаете, просто неправильно говорить, в данном случае здесь мы сейчас развиваем, вот я, по крайней мере, и Давид отчасти его тоже касался, такой очень острый дискурс и болезненный в нашем времени, когда многие люди, находящиеся в нынешнем протестном движении, говорят о том, что существует другая страна, там вот что, вот она костная, это быдло, да, она никогда это все не поймет, а иногда они их как бы отметают на основании того, что они верят в Бога, да, причем верят в Бога таким каким-то не нашим интеллигентным умным способом, да, не читая там какие-то правильные книжки, а как темные люди, стоящие вот как бы в ожидании этого пояса Богородицы и даже не имеющие блата, чтобы пройти без очереди, да, понимаете, вот это совсем уже какие-то, просто совсем низы. А может быть они такой был сереб, который всю их отторжет? Так вот я про это и говорю, что мы не должны этих людей отметать, потому что в этой очереди, возможно, тоже были люди, я уверена, и главное, там были в основном женщины, которые тоже спели бы Богородица, Путина, Паргани, я уверена. Просто я вот в этой очереди... Понимаете, общество, оно же очень неоднородное, там очень-очень много сегментов, то есть они совершенно различные, то есть это такой большой богатый спектр разных совершенно мнений, они пересекаются и смешиваются, то есть это... Это не значит, что мы не можем про это говорить, вы все время пытаетесь, все ваши возражения всегда сводятся к тому, что это не только это, но еще есть много чего другого, да, вот это все время та фигура, которая вы, логическая, которую вы выдвигаете, но эта фигура просто возражение против какого бы то ни было высказывания, потому что она кажется вам односторонним и слишком сильным. Ну да, я хочу поддерживать то, что Катя говорит еще в другом плане, что мы должны действительно научиться тоже видеть какие-то параллели, да, как бы наше... Это я говорил очень четко, кажется, что как бы когда мы с женой там идем на митинги со всем семейством и как бы там оказываемся, чтобы создавать массовку и в принципе ходим в таком полудепрессивном состоянии, как бы хотим что-то менять, но понимаем, что как бы ничего не изменится и так далее, как бы это все напоминает тоже каких-то практик паломничества, да. То есть мы должны использовать эту близость на самом деле или какой-то параллели во всяком случае для критических тоже и самокритических целей, да. Понимать насколько, например, политические требования мои в том числе, если я говорю как марксист, типа все власть советом или что-то такое, да, и начинаю как бы твердить, что как бы я должен сам понимать, что это отчасти во всяком случае религиозное мышление, религиозный вопрос веры, да. То есть это не... Опять, да, вот можно спорить, это признак свободного человека, но кто свободен, как бы, да, можно тоже так же возразить. То есть это надо понимать. Мне кажется, просто это отмеживание, как бы говорить, что ой, они такие грязные, верующие, а мы такие чистые, разумные, рациональные существа, которые понимают, как бы, да, вот это был... В этом пусть и райте, как бы, и наоборот, как бы я вижу это, ближе к тому, что Катя говорит, действительно, это обращает внимание на очень болезненный, очень сложный, противоречивый вопрос. Вы совершенно правы, что общество очень сложное и очень много сегментов, очень много противоречия. Но бывают такие явления, в которых они сгущаются и в каком-то смысле создают критическую массу и могут даже стать каким-то взрывом. Это big mess every time. Это как бы, это не создает чистые условия, как бы, с которых мы начинаем все заново, это создает еще больше, как бы, такого mess, что мы видим, как бы, в принципе, с Пуссерайтом достаточно четко, да, что, как бы, это скорее произошла, как бы, какая-то еще, как бы, тысяча таких разрезов, как бы, в раньше довольно сплощенных, как бы, тоже явлениях. А это только хорошо на данном этапе, мне кажется. То есть я бы не боялся сложности, я бы не делал это, но я бы не делал это отговорки, как бы, воздерживаться от любой интерпретации, по-любому. Знаете, просто я тоже, я очень много с этим сталкиваюсь. В России существует такая вещь, как какая-то обида на любое высказывание. Я это много раз замечала, да, то есть модель логическая такая, я говорю там, условно говоря, не знаю, статистика показывает, что там, я не знаю, мужчина женится на блондинках, условно говоря, любое, в основном, да, там большинство, не знаю. Мой собеседник говорит, нет, ну как же, а вот мой брат женился на брюнетке. И он считает, что он тем самым не возразил, как бы, да, потому что вообще любое высказывание, которое ты делаешь в России, как-то считается, что это обидно, особенно если это высказывание про нас, да, вот я сказала, или там Давид сказал, или как-то сказалось, да, что русские женщины, там, условно говоря, такие, там, регендер, они надевают высокие каблуки, там, и так далее, и выходят по улице, все иностранцы просто не понимают, куда они попали, и кругом идут женщины, которые как бы немедленно хотят кому-то отдаться, продаться и так далее. Такое скажешь, женщина обидится, она не хочет посмотреть в глаза этой ситуации, что бы ты ни сказал, это как бы обидно. Вот мне кажется, здесь нам всем надо тренироваться, более терпимо относиться к, на самом деле, более правильная реакция, вот для меня, более здоровая, когда слышишь какое-то высказывание, Давид здесь сделал всего лишь какое-то высказывание, не надо, а надо его, допустим, развивать, еще больше радикализировать, доводить до абсурда, например, вот это как-то создает какой-то интересный разговор. А если говорить, нет, все на самом деле сложнее, и вообще мой двоюродный брат вообще на рыжий женился, и как бы и вообще вот все не так, тогда мы как бы блокируем вообще всякий разговор, мне это представляется просто как-то беспроспективным. Можно я вернусь на два высказывания назад, и попробую найти консенсус вот между вами, используя свой ассамблейский опыт. У меня возникло ощущение, что вот на вопрос, чей голос репрезентирует Пуси Райт, может быть, ответом нужно немножко посмотреть с другой стороны, и это будет тогда не голос, а многоголосье, и в зависимости от того, кто этот голос слушает. То есть для Путина это голос протестующих, для верующих, согласно евангельским законам, наоборот, для тех, кто живет по законам церкви, это будет голос, может быть, юродивых или истинно верующих. Для людей, живущих в условиях или пределающихся сексистской идеологии, это будет голос угнетенных женщин и так далее. Да, это, нет, это мне нравится такая интерпретация, это действительно во многом так, потому что мы не знаем, как бы, вот, например, насчет вот этого, вот, насколько они являются действительно верующими, насколько это стратегия, это тоже большой вопрос, да, вот я как култ, я своей башней или своей колокольной культурного критика или что-то такое, как бы, да, вот я сразу вижу или, во всяком случае, у меня возникает подозрение про искренности, когда я слышу, как бы, вот текст песни, сам, да, я потом читаю высказывания по поводу того, ну, как бы, письмо верующей одной из них, как бы, из изолятора, да, я скорее вижу, конечно, стратегию и расчет и, как бы, умные, умные лавирования с культурными контекстами, но это может быть не так, это действительно может быть не так, это я вижу, да, то есть, вот. Мне кажется, что здесь вообще не имеет значения верующие или неверующие девочки, но я, например, одну из них знаю лично, но, поэтому, мне кажется, что то, что они сделали, этот голос не имеет отношения к ее личной позиции, но я, например, недавно ехал в поезде со священником и он как раз мне высказывал позицию истинно верующего человека, который говорит, что, например, там, церковь это последнее место вообще, куда человек приходит, ее двери всегда открыты, поэтому церковь то, что сделала, не могла делать, потому что они не могут закрыться и изгнать этих девочек, они должны были на них, то есть, юродивы, там, 500 лет назад совершали куда более дикие вещи, по сути, вообще практически никаких канонов не было нарушено церковных, то есть, вот это осквернение, это как раз таки просто желание приписать этому акту того, чего там нет на самом деле, но при этом бурление, которое вызвалось в связи с этим достаточно велико, лишь потому, что, возможно, люди-то не очень понимают, во что они сами верят и каких взглядов придерживаются. у нас совсем маленькое замечание, насколько мне известно, может быть, это что-то, я неправильно знаю, но они именно сочиняют, как я понимаю, за строчкой, за строчкой коллективный текст, то есть, может быть, это так, что человек говорит одну строчку, потом следующий говорит еще одну строчку, следующий говорит еще про песню, что именно такой, как по принципу буриме, по-моему, это такая идея именно коллективного творчества, но как буриме, действительно, Как Бурюме. Знаешь, игра Бурюме, там вот закрытые по строчке пишутся. Получается, такой именно текст, он немножко корявый, действительно, но важно, что он написан, это не монолог личный чей-то, а это именно каждый монологголосий. Спасибо, я это не знал. Во-первых, мне хотелось бы еще спросить, вы выступаете лично за протест индивида, или вы все-таки поддерживаете этот general message толпы? Или вам что ближе больше нравится? Я так поняла, что вы поддерживаете протест индивида, то есть каждый человек должен выражать свое какое-то мнение, которое может быть несопоставимо с теми требованиями общими. Нет, не то и другое. То есть вот какой-то консенсус очень разных людей, которые выступают, у которых масса противоречий, только один пункт консенсуса, он, конечно, достаточно уязвимый, чисто и с политической точки зрения, еще с точки зрения познания мира или что-то такое, еще тем более. Вот что касается чисто индивидуального протеста, он тоже так же уязвим. Во-первых, он не будет слышен, во-вторых, он исходит из такого фактора, что все люди одни, и что никто не может никогда объединиться в никакие группы. Так, когда люди все время объединяются по каким-то социальным, то этническим, то и другим идеологическим принципам и действительно создают уже группы интересов или классы социальные. И эта классовая политика, она все равно существует, отрицать ее чистым индивидуализмом как бы невозможно. Даже если хотелось бы из каких-то там анархических импульсов или пробуждениях, конечно, мы все на стороне хорошего и против всего плохого, и мы знаем, что плохо, когда мы говорим как бы за других и все такое, и начинаем конструировать какие-то анонимные массы рабочих, которые как бы за нами стоят, а их нет. Мы знаем это, но одновременно мы знаем, что как бы невозможно никакое высказывание тогда, и что иногда надо взять смелость говорить за других, иногда надо нарушать какие-то тоже какой-то политез, иногда надо дать мисрепрезентацию. То есть большинство протестующих на Болотной площади не хотят, чтобы не хотели. Я помню эти разговоры, что все говорят, ой, нет, мы не хотим революции, ну нет, никакой революции, какой радикализм, да нет, никого не надо обижать, да ментов надо целовать и как бы гладить по головке, говорить, что они друзья народа. То есть вот там начинается уже такой бред, где действительно никто ничего не может сказать, он не может делать ошибку, как бы, да. То есть я вот поэтому к этому, конечно, очень скептически отношусь, не говоря уже о том, что действительно вот это давление саморепрезентации, это в принципе как бы, когда вы говорите об индивидуальном протесте, это оно и есть в чистом виде, то есть там просто правила Твиттера, да, что вот, а я сейчас как бы ходил в туалет. Есть такой замечательный, извините, конечно, за непристойность, я это убрал из своей лекции, но у меня была гениальная совершенно вещь, которую я нашел. По-английски расскажу, это tool, or a web2 thing called not Twitter, but Shitter, да, с двумя Т, которые, это такая компания в Америке сидит, и она вам распечатает вашу полную Твиттер-лист, как бы, все, что у вас там было, на туалетной, на рулон туалетной бумаги. Ну и если у вас долго уже существует Твиттер, вы можете как бы все время, да, вот использовать это. То есть вот этой саморепрезентации, боюсь, вот именно такой цены. Надо сказать, что когда появилась газета «Что делать?», тоже люди любили ее ползать, использовать именно по этому назначению, никакого шитера пока не было, а было только газета «Что делать?». То есть вот я не хочу сказать, что как бы есть, вот есть какие-то идиоты там типа на Твиттере, и они занимаются саморепрезентацией, а мы как бы рискуем или что-то такое, нет. Условия такие, да. Поэтому индивидуальный протест – это такая, как бы, история, которая скорее для Твиттера и Фейсбука и самовыражения, как бы. Для искусства, кстати, о котором мы сегодня, кажется, мало говорили, почти не говорили. Это не было, кстати, я хочу, чтобы все это поняли, пока мы не ушли отсюда, это не была лекция про искусство. Это была лекция про медийную политику. Я не считаю, что Пуссерай – это художественная группа или, во всяком случае, что это какие-то, какие-то прямо произведения, которые создавались, да. Вот для искусства самовыражение, на самом деле, очень часто тоже, как Катя, наверное, может подтвердить, и многие другие могут подтвердить, особенно если у тех, у которых есть студенты, как бы, самовыражение бывает довольно смертельным. Я думаю, что в политике, как бы, есть определенные аналогии. Вот. Хотя я не согласна с тем, что это не произведение искусства. Я как раз считаю, что это произведение искусства. Оно стало им на наших глазах. Ну, стало, стало. А это очень интересный механизм, который меня чрезвычайно интересует, когда авангардный механизм, как бы, вытеснение того, что это не искусство, это главный лозунг, там, эпохи авангарда, что это все не искусство, пейзаж не искусство, реалистическое живописное искусство, вообще ничто уже не искусство. А здесь, наоборот, люди искусства стали привлекать на свою территорию. Этот механизм уже в последнее время несколько раз опробовался. Когда люди там делают, не зная даже, это не случай Пусера, это было несколько других, да, когда люди делали такую акцию, не называя это искусством, особенно не зная, что они современные художники, их как бы привлекают на свою территорию, в каком-то смысле юридически даже спасают, в некоторых случаях так было. И объясняли, что начинает действовать такой механизм. Что? Таджики, например, там рисуют картины. Была какая-то такая выставка? Нет, это другая история. Я сейчас говорю, например, там, не знаю, про Александра Володарского в Киеве, который сделал свою акцию, не будучи современным художником, ему объяснили, что он им является. Он, правда, отсидел какое-то время, но все равно с тех пор он, так сказать, влился в наши ряды, что называется. Мы все очень этому рады. То есть начинает действовать механизм такой солидарности и включения. Но это начинает происходить как бы в динамике, вот это становление произведением искусства. В результате реакции общества, в том числе, в результате всего того, что, в частности, мы сейчас здесь делаем, да, это одно зависимо от другого. Ну, понимаете, чтобы обсуждать это в контексте искусства, здесь должны сидеть и выражать свое мнение только люди, которые там учатся у вас или которые занимаются современным искусством. Почему? Потому что, например, очень, ну, большинство людей знает достаточно мало, мне кажется, о современном искусстве. Вот я очень мало знаю, да? То есть я не могу обсуждать там акцию «Пустирайт» в контексте современного искусства. А мы можем. То есть я не увижу там вот этих символов, да? Возможно. Ну да, но тут это скорее вопрос, ну, это... Мы можем это объяснить? Нет, я поняла, да, что вы можете объяснить, но тогда лекция должна быть все-таки более закрыта, наверное, для людей, которые занимаются искусством. Нет, это ошибка какая-то, так, которая действительно... Мне кажется, что вот после того, как вы понимаете, вот, возможно, эту первую вещь надо объяснить, она касается того, что любая деятельность, многое из того, чем вы вообще в своей жизни тоже занимаетесь, тоже является искусством. И если вот человек преодолевает вот эту изначальную, какой-то, как это по-русски называется, предрассудок относительно того, что искусство – это там только что-то такое, что имеет характер, там, не знаю, живописи или скульптуры, после этого вы имеете полное право высказываться. Как вы видите, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы с вами поспорить, а у вас нет проблем с тем, чтобы поспорить со мной. Почему бы нам, собственно, это не обсудить? У меня нет совершенно такой идеи, что об искусстве могут говорить только посвященные. Я вот приводила такой пример. Так обстоит дело с классическим балетом. Действительно, сразу видно профана, который будет говорить, что вот эта женщина слева, она недостаточно высоко задрала ногу, а женщина справа ногу задирала высоко, и поэтому она мне понравилась больше. Сразу всем ясно, что это не есть рецензия профессиональная на классический балет. Но, слава богу, искусство ушло от этого. Оно ушло от ситуации, когда только профессионал может сказать, какого размера мазки на этой картине. Это не важно, какого размера мазки на этой картине. И хорошо ли они там спели, в смысле, скажем, если сравнивать их с Иосифом Кобзоном, это не важно. Вас же разозлило там мое какое-то мнение человека со стороны. То есть оно вас очень задело. То, что у меня был контраргумент, и причем очень жесткий. Это не имеет никакого отношения к искусству. Просто вы мне тоже репрезентировали темное сознание. Темное сознание, которое не хочет посмотреть на себя со стороны. Но это к искусству не имеет отношения. Просто мне не нравятся темные люди. Я за то, чтобы их просветить. Но вы меня не просветили нисколько. Ну, вы можете сопротивляться сколько угодно. Это тоже относительно Фрейда. Тоже всем хорошо известно, что сопротивление длится очень долго. Я буду безрепрезентующих. У меня такой технический вопрос. Просто недавно после лекции, несколько недель назад, тоже затрагивалась Пусси Райт. Кажется, когда была Кетти Чухров. И одна женщина вытескала меня на улице, когда я курил. И попыталась заговорить со мной о Пусси Райт. И начала с того, что я об этом думаю. Я сказал, я не понимаю вопросов, в какой контекст это вписывается. В общем, мы спорили, спорили. И в конце концов, я пытался это анализировать, раскладывать по полочкам. Говорить о том, вот здесь оно вписывается в территорию искусства. Здесь оно вписывается в территорию политики. Вот здесь затрагивает религию. Но она осталась при своем мнении настаивана о том, что это не искусство. Потому что если это анализировать как искусство, то там, например, некачественный текст. И мне просто сейчас, я это вспомнил, когда вы заговорили про балет, и кто как высоко ногу задрал. То есть, вот это показывает данную ситуацию человека, который не из тех позиций исходит. Ну да, это есть такой предрассудок, который ничем не отличается. Понимаете, ну мы, допустим, наверное, будем смеяться над человеком, который при виде картины Пикассо скажет, что там типа нога нарисована неправильно. Это вроде как бы уже все знают, да, что типа можно художнику неправильно рисовать ногу, если его фамилия Пикассо. Но почему-то люди не распространяют это дальше и не говорят, что можно также написать вот такие вот тексты, и как бы тоже мы не должны их по таким критериям оценить. Почему-то вот меня удивляет, что люди как бы не делают следующих шагов. Тогда вопрос, если анализировать акцию Pussy Riot не вообще, а именно в контексте искусства, то какие здесь будут затронуты аспекты и темы? Понятно, что не качество текста, а что тогда? Взятие на себя ответственности за поступок. Это самое-самое широкое описание произведения искусства для меня, в принципе. В произведении искусства есть некий поступок в общественном пространстве. В данном случае это очень ярко, как раз очень выпукло выглядит. В принципе, точно таким же поступком является выставление картины или там что угодно, да, как бы рисунка, инсталляции. Но здесь это сделано очень ярко и выпукло, причем еще так, что это затрагивает какой-то юридический аспект, что делает и ставит его под вопрос, например, да, что делает это, мне кажется, для меня вот таким главным критерием. Здесь это, еще раз повторяю, это сделалось произведением искусства во многом благодаря вот этой общественной реакции, но первоначально есть вот такой индивидуальный социальный жест. То есть, получается, ваш критерий – это взять на себя ответственность за свою акцию, за свою деятельность. За некий поступок, скажем так. И это… Да, в произведении искусства есть поступок. Например, если человек просто сидит дома и думает, и придумывает себе какую-то инсталляцию, это еще не поступок. Но если он ее сделает и покажет, вот это тоже очень важный момент, по-моему, да, какой-то момент показа. Это и есть, собственно, вот такой смелый, как бы, выход и взятие на себя ответственности. То есть, фактически они это подписали, как бы, да, несмотря на то, что у них лица были закрыты. То есть, я не знаю, как они там вообще будут доказывать, что это они были. Это тоже создает какие-то интересные темы. И при этом, какой поступок и как он репрезентирован, получается, вообще отходит на второй план? Нет, почему? Дальше мы можем, дальше мы можем… Вот первое, то, что мы описали, это критерии, это то, что я выдвинула, это критерии того, произведение это искусство или нет. Дальше мы можем спорить до скончания века о том, хорошее это произведение или нет. Это уже следующий этап. Например, считаем ли мы, что этот поступок был там важен, или там, я не знаю, здесь мы можем разные критерии применять, да, но, как уже много раз говорилось, тот факт, что это произведение искусства, совершенно не означает, что это какое-то хорошее произведение искусства. Это уже как-то следующий вопрос. Здесь уже начинается осуждение вкуса, осуждение критиков, там, и так далее. Но очень важно как-то принять и понять вот эту первую историю, мне кажется. Ну да, но есть, если можно это тоже комментировать немножко, когда я говорю, что это не произведение искусства, я, наверное, действительно, вот тут мы как бы немножко не согласны, да. То есть я думаю, что это останавливается произведением искусства исключительно от социальной дефиниции потом, как бы, да, из-за того, что мы начинаем это рассматривать как произведение искусства, действительно, это таким останавливается. Другое дело, что можно задавать потом, как бы, какие-то критерии, установить другие критерии, кроме этической интенции поступка, да. Например, одна из таких критерий для меня, где Пуссерайт частично функционирует как бы каким-то произведением искусства и в каких-то моментах не очень, это плотность текста и интертекстуального воздействия этой специальной плотности, которую я называю искусством. То есть вот если есть какие-то имманентные, не социальные критерии для меня, они скорее как бы относятся к нарративной или символической плотности, которая приближается к тому, что называлось в древние времена истиной. Sorry, но это так, да, и я как бы так думаю, что вот это приближение как раз уникальное в эстетическом артефакте, который действительно как бы нам позволяет говорить о каких-то позициях и даже не только мнениях или или о каких-то взглядах и действительно познаниях в чувственной форме. Если мы придерживаемся таким критерием, то как бы частично моя статья была о том, что действительно частично это попадает под такой плотности, да, из-за того, что жест невероятно как бы мог внедриться в такой постоянный не художественный, но с претензиями на творчество изобразительную, скажем так, или репрезентативную практику и мог там действительно отодвигать, как Жак Рансер говорит, отодвигать как бы грань видимого, да, или как бы двигать грань чувственного, то, что мы можем видеть, то, что мы чувствуем. То есть вот у меня дефиниция такая немножко другая, как бы поступок я бы так интерпретировал, да, как то, что делает видным того, что не было видно до того, причем с максимальной плотности эстетического текста, который все-таки как бы является, ну тут можно уже долго как бы углубиться во всякой семиотике и так далее, доказывая, как именно эта система моделирования как бы отличается от других. У меня были бы все-таки такие тоже критерии имманентные к культурному производству, а не только как бы извне поступок ли это или нет. Но мне кажется, очень важная такая история, то, что Катя говорила, что действительно признается ли этот поступок или признается это как поступок такой плотности, да, то есть это социальная дефиниция, когда это может превратить там любой артефакт или любое явление в это, если это действует, if it works, it's art, да, и как бы это довольно интересно, как это с пусть и райтом происходит, другое дело, что это для них и для их политическую практику может оказаться в достаточно большой уязвимости, да. Ну, как для группы войны, там, будь сокураторами Берлинской биеннале, это скорее проблема, чем не проблема, я думаю, в будущем. Ну, для того, чтобы понять вот эту плотность, ведь не важно вообще, что там был за поступок, важно, какой эффект он произвел. То есть, как, если мы бросаем камушек в воду, не важно, что был за камушек, мы смотрим за волной. Здесь, я, например, не знаю, насколько там это радикально прозвучит, я этот ролик вообще не смотрел, но, ну, то есть я посмотрел три секунды, и мне, я уже понял, что произошло, и я вижу тот эффект, который произвел. Девочки сидят в тюрьме, 50 ночующих устроили лагерь, окупая суд, куча передач, куча обсуждений в обществе, по-моему, эффект достигнут. Ну, то есть это, и причем с позиции Екатерины получается, что девушки взяли максимальную ответственность, потому что они вообще-то за это сидят в тюрьме. Нет, есть еще один момент только, который бы хотелось упомянуть, это, конечно, еще вот искусство. Для меня, как бы, это действительно одна из критерий тоже, это, как бы, ну, работа с идеей искусственности или аутентичности, да, и, как бы, то, что мне очень нравится в Пуссирайте, на самом деле, да, это, что это выглядит, как такой невероятно смелый, аутентичный поступок, как бы, да, вот девушки забирались. У меня до сих пор остаются, как бы, сомнения, ну, особенно, когда я смотрел эти фотографии в высоком разрешении, вдруг мне вот вообще вот все время как-то вот накрывает, и я думаю, что это фотошоп. Когда я слышу, что они поют, и вижу, как двигаются губы, я вижу, это липсинк. Так там же наложен звук. Это и есть липсинк. И, то есть, у меня постоянно, ну, этот липсинк распространяется и на образ их, как бы, перед иконостасом, где я думаю, что они вообще туда не ворвались. То есть, это чисто, чисто медийный поступок. И это, конечно, очень, действительно, как бы, в этом плане Катя совершенно права, вот, если так, просто, да, вот человек выходит на улицу и кричит, «Я вас всех ненавижу». Вот есть такой, помните, вот такой человек, который снимал фильм про Джосеф Кони? А он потом, не помните, такой историй? Джосеф Кони, это… А, понятно. Это у вас, нет, у вас Рессантиман, а не «Темное сознание». Джосеф Кони, это был такой, это глава армии господа в Африке, который рекрутирует маленьких детей, чтобы изнасиловать и увечить мирное население в джунглях. Кажется, страны Уганды, что ли? Он в Уганде. И там, Джосеф, был такой американский фильммейкер, да, который с ума сошел после того, что он делал кино про это, и его очень осуждали, что он пытается на этом наживаться. Он с ума сошел, разделся догола и пошел на улицу всему миру говорить «фак ю». Стоял на углу, пока не расставали. Это тоже поступок, но он как бы абсолютно остается бездейственным, он остается как бы такой локальный, но человек с ума сошел. Я думаю, что когда Катя говорит о поступке, она что-то другое все-таки имеет в виду. Как бы такие… Вот то, что они делали, как они инсценировали эту историю, она, в принципе, позволяет. Это для меня уже относится к качеству этого поступка. Ну, может быть. Это уже следующий шаг. Те критерии, которые ты выдвигаешь, я с ними совершенно согласна, но, в принципе, базовые, это как раньше, там, я не знаю, когда-то вообще давно базовым определением произведения искусства было то, что оно сделано из ценных материалов. А те, что из неценных, они вообще не рассматривались. Ну да. Вот, точно так же мы должны какой-то минимальный критерий здесь выработать. И мне кажется, что он такой. Я могу себе представить, что крики этого несчастного тоже при каких-то обстоятельствах могли стать произведением искусства, да, но этого не состоялось. Это не состоялось. Но некий первоначальный импульс, этот, если сейчас искать что-то абсолютно общее, там, я не могу даже сказать, что это высказывание там или что-то, потому что иногда это не высказывание. Вот я пытаюсь найти самый общий знаменатель, который только может быть. Да, и вот я предлагаю такой. Но дальше уже масса каких-то других критериев. Вот я бы хотел вернуться к вопросу о дурной репрезентации, да. Насколько я понял, вы рассматриваете мисс-репрезентейшн как такой продуктивный, как такую эффективную стратегию, да, в политической и художественной практике. И у меня вопрос как раз-таки в связи с тем, что, связан с тем, нет ли у дурной репрезентации действительно дурных и менее радужных аспектов, да, которые мы можем выделить. То есть не все ли так прекрасно на самом деле, ведь говоря о зимних и, соответственно, последующих уже в сезоне протестов московских и вообще российских шире, вы указывали на такие характерные черты, которые ощутимы в них. Это девиртуализация, это телесное соприсутствие, сопричастие, это диалектика, придерживание, отталкивание и так далее и тому подобное. В случае же с пуссирает, мы видим такую, ну, программную такую медиатизацию, да, виртуализацию, то есть это обратный такой уже процесс. Нацеленность на сетевую привлекательность, то есть здесь уже имеется такая коммодификация, что ли, протеста. И также расчет на виральность, да, что тоже как бы можно же расценивать, как такая реакционная уже, реакционный откат. То есть, вот имеется ли вот в мисс репрезентации, на котором вы говорите, да, вот в этой дурной репрезентации, именно вот эта вот дурная сторона, которую мы можем как-то тоже обсуждать и насчет которой мы можем также полемизировать? Естественно, естественно. И скорее как бы ставить какие-то надежды на такую мисс репрезентацию, это скорее как бы, чтобы немножко не попасть в эту ловушку постоянного поиска правильной репрезентации. То есть, как бы, да, вот все плохо, и мы сидим и ничего не можем делать, потому что мы пока не формулировали правильную репрезентацию, мы должны поэтому ждать, например. Да, есть такая довольно распространенная, надо сказать, позиция среди левых. Также как бы есть то, что вы говорили про виртуализацию и про откат в каком-то смысле. Тут я, конечно, ну, как бы можно об этом говорить, и я думаю, что какая-то часть левых, особенно как бы это так рассматривает. Я бы сказал, что поскольку это здесь сильно усложняет то, что было виртуализировано, то, что это сильно действительно как бы спутает так иначе очень слишком даже однозначный как бы расклад, и чтобы он его усложняет, это действительно может быть продуктивно. Главное, что мне здесь хочется сказать, это вообще как бы те люди, которые подразумевают, что есть какое-то сначала сознание, да, которое как бы родилось, как бы, ну, в какой-то ситуации табула-раза, а потом начинает себя осуществить через какие-то представления или представительства, да. Вот этот взгляд, он как бы, конечно, дико опасный, да, что вот есть какая-то чистота, есть какая-то правильная репрезентация, есть какое-то чистое сознание. Сознание вообще возникает по ходу дела. Мы не родились с сознанием. Оно в нас через практику, через человеческую, наша самодеятельность как бы возникает, да. Поэтому в каком-то смысле все репрезентации являются миссерепрезентацией, потому что нет никакого первичного сознания, кроме если как человек как бы верующий, тогда он как бы не может это сознание обсуждать, и все равно это остается в рамках миссерепрезентейшн, все равно. То есть я бы сказал, что это скорее норма, чем исключение от нормы, что как бы качественный спад, который как бы здесь люди видят, это скорее от табуизации религиозной тематики, поэтому говорится о шаге назад, да. И как бы что это стало обратно виртуализироваться. Мне кажется, это интересно, что как раз вектор виртуализации и как это стало вирально, а не то, да. То, что это было виральное высказывание, то, что это так планировалось, естественно, оттуда возникают всякие подозрения. Нет, мне еще кажется, что проблема еще и в том, что как бы вот эта виральность и виртуальность, она заметна только если мы анализируем акцию эту как в себе, да, когда мы смотрим на ее последствия, да, то, как она стала для себя, это совершенно, она была насильно девиртуализирована. То есть получается, что, ну, как бы власть, да, или лица своих правоохранительных органов, она решила апроприорировать логику девиртуализации, которая как бы была, инаугурацию которой осуществили зимние митинги, да, и заметила точку невозврата, да, в рамках которой уже обратный исход, да, виртуальной пространства уже невозможен. То есть, грубо говоря, то оружие, которое демонстранты, митингующие, ну, то есть, то действительно освободительный потенциал, вот, связанный с физическим присутствием, с девиртуализацией, который был явлен вот в зимних митингах, власть стала использовать уже в своих таких контр-стратегиях, контр-атаках. То есть, она девиртуализирует насильно практически, да, вещи, которые были вот размещены в виртуальном пространстве, это, мне кажется, уже... Мне идея, как идея, нравится, только я боюсь, что это не так, да, что, как бы, что власть не думала о том, как все было виртуально, потом стало дивиртуализироваться. Нет, разумеется, не думала, но это парадоксальная логика, которую можно также представить. Ну, мне кажется, главное насилие, вообще, главное насилие, кроме того, что, ну, девушки реально сидят в тюрьме, как бы, ну, такой первый акт насилия, конечно, был, когда они превратились от анонимных девушек из Пуссера, это в конкретные матери маленьких детей, красавицы, которых надо защищать и так далее. То есть, вот там тоже есть, как бы, свое насилие, которое действует вполне позитивно на репрезентативе, когда они перестали быть мисс-репрезентейшн некие, а стали репрезентейшн, условно говоря, молодых, невинных, красивых, умных комсомолец и красавиц, да, которые, как бы, сейчас надо оправдывать и нам всем защищать. Это тоже определенное насилие здесь, как бы, присутствует и какой-то фальш ужасный. Надо сказать, что он был уже на... Где они были? На Большом городе или на Эсквайере, или на какой-то афише от Хроника. Ну да, где они накрашены, где... Все, вот там такой полный регендеринг. И там уже видно, что вот-вот их арестуют. Я помню, что когда я это увидел, я видел, что все, уже процесс пошел. И, ну, регендеринг начался еще с них самих, они же сами эксплуатируют вот эту вот женскую, сугубо, вот, атрибутику, да, они сами, как бы, даже немножко, даже не женскую, такую женско-педофильскую, да, такую инфантильную, детскую. Ну, колготки, да. Да, колготки, там, цветные юбки короткие. То есть, с одной стороны, это же можно рассматривать как травестию, да, вот этого женского офицера, ну, как бы, да, с другой стороны, как такое же подчинение вот регендеринг. Но они тоже, надо сказать, они по-другому, если помните, я не знаю, кто читал их сайт, да, вообще, у них там на сайте цитируют интервью, где они очень критикуют фэмен, где они говорят, что фэмен, типа, вот это сексизм в полном виде, что они показывают сиськи, и, конечно, как бы, все остаются, и, как бы, а-а-а. И, вот, действительно, тоже можно было увидеть на берлинской бьеннале, когда заходишь, и там огромный экран, три раза больше всех остальных, и там полуоголенные девушки, и, конечно, в основном мужская публика сидит, как бы, на скамейке перед этим и просто лубуется, как бы, да, вот первые, первые, там, пять-шесть минут сидят люди, лубуются. Конечно, это проблематично, да, но они как раз немножко вот эту игру тоже усложняли, из-за того, что это скорее девочки, чем девушки, из-за того, что это они анонимные и не красавицы, как бы, ну, изначально, как бы, один из них мужчина. Нет, это так, да? Их гораздо больше, чем, ну, как бы, там же группа тоже варьирует в размерах и так далее. Это, хотя это было бы, если был один транс-гендер ФМН, им надо подсовывать, как бы, слегка бородатый, но тоже с грудью, это было бы гениально. Five o'clock shadow, такой. Ладно. Спасибо большое за... Спасибо за живую дискуссию. Спасибо. Спасибо.